мы с вами друзья едем по хайвее номер один вдоль берега океана тут до воды не так далеко и это довольно сельскохозяйственная такая территория причем не только тут где мы с вами едем а вообще вообще калифорния вся очень сельскохозяйственная территория вот слева мы видим как поливает прыскалками такими видишь говорят воды не хватает но они вот так ощущается что не хватает воды мы покупаем вот сейчас созрела для уже абрикосы буквально такой набор тех дома есть такое хозяйство небольшое которое выращивает и продает за счет того что ограничение на воду у них абрикосы жженые знаешь бачки не хватает воды и солнце горячее думаешь из-за этого я у них спросил да они говорят в этом случае они поливают таким довольно неэффективным способом хотя может быть в этой части калифорнии где мы сейчас едем может быть тут как раз нет проблем проблем воды есть в калифорнии в целом это не может здесь не быть а там быть ну не знаю в общем но в основном сегодня у нас капельным способом все орошается поэтому читали какие поля у тебя ребята бедная бескрайняя какой пейзаж в дымке вот там холмы и невероятные просто клубничка это все клубничка свято так открывается новая перспектива здесь поле отдыхает я смотрю она наверно с него собрали может быть собрали да не знаю вот впереди что-то такое едет хорошо ехать когда никого нет перед носом и ты не пробки как бы сам по себе это очень приятное ощущение на дороге так что мы просто хотели вам показать такой сельскохозяйственный пейзаж но насколько возможно конечно тут а вот и единственный пейзаж городок городок видишь им стала двухполосной стала дорога совершенно другая жизнь да и мы немножко на холме и так видно впереди эту дымку такую туманную приятно когда солнце не не шпарит да да сегодня на удивление в санта-крузию очень солнечный день на 7 часов уже ярко сияло солнце а вот здесь сейчас еще все идет через дымку облаков надо сказать что тихоокеанское попереде сша так устроено что летом здесь холодно потому что холодное течение океанское и с утра туман как мы видим не во всех местах нет нет не во всех конечно ну вот как бы в существенной такой степени и этот туман растапливается солнышком где-нибудь так полудню может быть к часу иногда к двум часам бывает вот какой партии там люди собирают заказывают место на берегу а дальше выясняется что там до двух часов туман а потом уже только вот становится ясненько и хорошо но тоже раз на раз и не приходится с одной стороны с другой стороны зависит от места потому что полоса берега она такая изрезанная я не хочу сказать прям фьорды настоящие но напоминаю и получается вот с этой стороны одна погода с другой стороны другая причем все это очень близко и вот например в санта крузе на территории города вот как бы прилегающий к океану там есть десяток мест с разным климатом таким по тем лучше разным соотношением облачности и значит солнечных дней вот поэтому там если вы собираете что-нибудь покупать в санта крузе из недвижимости вы берите местного агента который хорошо знает за каким угром больше солнышка за каким меньше иначе купите что-нибудь не то даже если вы сегодня пришли и было солнечно это не значит что будет солнечно круглый год даже бывает что и наоборот а вот был один солнечный день вот вы пришли так тоже бывает как в анекдоте про разницу это за городишко такой симпатич все таки они не возьмусь сказать коленвал и ровно не знаю вот и как бы анекдоте про не путанье разницы значит не путай туризм с эмиграцией да вот так вот и погода тоже здесь она бывает денек солнечный а потом недельку туманов но когда в долине очень жарко то наоборот побыть немножко в тумане это даже приятно очень приятно слепящее солнце она утомляет точно так же как и его отсутствие например где-нибудь там все эти лета солнце не хватает я вчера с алексом натосовом беседу сейчас светлю живет нажил раньше там под лос-анджелес и я вот из из его впечатлений про жизнь все ты ему там здорово там все это ты понимаешь он говорит лето изумительно и вот там полгода изумительно но вот зима делом не в дождях те кто говорят что дело в дождях они не понимают мрачно понимаешь вот эти нависшие тучи и вот то есть депресняк не от того что дожди от того что солнце нет солнце ну да вот как то вот так каждый раз когда я был светлый мне мне там очень нравился ну попадали солнца в этом никогда не жил зимой вот так что надо будет как-нибудь съездить все это в молитвом правда ну что же я думаю что мы такой максов там занимается он в компании amazon.com очень большой начальник региональный менеджер может быть не в самом этом амазоне вот так что я думаю мы закончим наш репортаж о пробеге по хайвею номер один который очень живописный если вы пойдете на ютюбе и найдете кинофильм американский он есть полностью висит на ютюбе сейчас в доступе назывался он по-русски он называется этот безумный 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 мир четыре раза слова безумный это двухсерийный фильм я его смотрел пацаном в 60-е годы тогда весь советский союз друзья просто рыдал от смеха и от того что там вообще творилось и вот это все происходит вот на этом первом хайвее единственно что там событие ближе к лос-анджелусу этот хайвей он идет на юг туда мы сейчас едем на север а он идет на юг до лос-анджелеса я думаю там это сан-диего тоже и вот там удивительные события происходили с гонками там с захватывающим сюжетом таким не хочу вам рассказывать вот могу только посмотреть этот фильм называется этот безумный 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 мир ты будешь этот фильм нет ну не важно я помню я мое детское воображение было потрясено этим всем я его потом смотрел уже в соединенных штатах тоже отдельно брал там в рентовке все друзья все все мы вам рассказали про этот хайвей так что до скорых встреч до других хайвеев и